Друзья, привет всем! Сегодня у нас в гостях такой вот фильтрец. Продолжаем серию циклов на нашем блоге по вскрытию фильтров систем Common Rail Delphi. Все фильтры, которые я буду разбирать, они все сняты с Common Rail Delphi. Потому что мы именно ими и занимаемся ремонтом этих машин всех. Системы Common Rail. Это оригинальный фильтр Bosch. Можно сказать, из дорогих. Такие стрелочки необычные. Вот такой кружочек за стрелочкой показывает. Это у нас на фильтр, это из фильтра, это обратно. Как обычно, классический вариант. Это просто коробка Purflux. Они идентичны с ним. Но круче, как я и говорил в предыдущих роликах, чем Delphi, я еще не встречал по качеству материала, который фильтрующий элементы. Пока что нету. Сейчас вскроем этот фильтр и посмотрим, что в нем. Качество бумаги. И сделаем вывод, стоит ли его ставить на топливную аппаратуру Common Rail Delphi. Все, вскрываем. Значит, при вскрытии этого фильтра потекла вот такая солярка, черная. С какими-то ломтиками. Ломтиками какого-то странного эмульсии, какой-то черной. Но мы это проверим сейчас еще. Похоже на какой-то, как отслоенный шланг, разрушенный. Черная. Возможно, даже масло попало в саму систему. Короче, сейчас мы разберем до конца и прям какие-то выводы будем делать. Значит, друзья, вскрыл я этот фильтр Bosch и вы знаете, такое чувство, что он масляный. Этот фильтр. Вот, значит, вот такой элемент. Вот такой. Вот такой элемент. Полное масло. Полное масло и каких-то, ну, это уже обломки наши, вот такие вот куски какие-то были. Какая-то, как, какая-то, то ли трубку разъела солярка и пошло в насос. Какой-то сальник резиновый. Короче, фильтры вот в таком состоянии. Вот в таком. Здесь опять, кто смотрит мои предыдущие ролики, такой же самый механизм стоит с шариком. Вот, то есть, когда нагревается солярка, когда нагревается солярка, солярка начинает проливаться насквозь. То есть, на бак или на фильтр, то есть, прогревая солярка, да? Этот клапан поднимается, закрывает обратку вот здесь и солярка льется магистралью напрямую на бак, когда проливается. Когда она холодно, она заливается сюда, сюда же фильтр, вот сюда, через подачу. Они вот так вот две соединены, подача и обратка. Короче. Сейчас скажу, как она была. Она была вот так вот. Вот так вот она была вот. Вот так. Она была вот так. Вот так. То есть, солярка проливается на бак, когда теплая, когда холодная, проливается в фильтр и на подачу. Это она, центральная подача. Фильтр полный масла. Скорее всего, либо форсунка была не герметична, либо сальник на насосе. Сальник на насосе редко слышал такое, но вот по поводу форсы не герметичной слышал несколько раз. Значит, по поводу фильтрующего элемента. Это дешевка, сразу говорю. дешевка. Как по мне. Она жесткая, но она собрана не так, как Делфи, как даже тот же самый Пурфлюкс. Ну вот. То есть, хуже, чем это, я не встречал. Пишите комментарии, в принципе, я готов с любым человеком как бы, то есть, поспоречаться. Ну вот. Но такой фильтрующий элемент. Весь в масле. То есть, как масляный фильтр, короче говоря. Вот в таком состоянии. Итак, вывод. Фильтр Бош. Вот под таким номером. Там 519 последние три цифры. Кто захочет, поищет. Вот такой у нас вот фильтр, я не советую ставить на Common Rail Delphi. А ставят только либо Delphi, либо Purflux. Purflux вот такого номера. Вот. Вот такого номера. FCS 477. Он идет оригинальный на французские машины. Citroen. Citroen, Peugeot. И он у нас идет на Kangoo. По оригинальным номерам. Французский. В данном случае это фильтр на вот такой ряд машин. Focus 1.8, Mondeo 1.8, Mondeo 2.0, вернее, Tourneo Connect 1.8, все это для ЦИ системы. Common Rail Delphi. FCS 477. Purflux. Этот фильтр Бош я не рекомендую ставить, ребят, на ваши машины. Потому что он просто чисто на интуитивном уровне он не катит. Ну и плюс хозяин тоже. Видите, убил свою топливную систему. еще по этой машине было. Человек поменял насос, меня отремонтировал, откапиталил его. И ремонт четырех форсунок, соответственно, мультипликаторы. Распалители там более-менее живенькие. Что еще? Это было до ремонта. То есть, ну вот, вот в таком состоянии он купил машинку. Видите, там тоже пупырышки, хотел комментарий. Видите, там тоже пупырышки. Чего на Delphi нету. Пупырышки. На Delphi такого нету. Там сплошная, типа, в виде ваты такой толстый, картон такой. Итак, какой вывод, ребят? Ставьте Delphi оригинальный либо Purflux, либо Man, потому что в Man фильтр от Ford Mondeo 2.0 ТДЦ идет элемент от фирмы Delphi. Топливный фильтр, я имею ввиду. Вот. Бош, я, кстати, он заметил, что он коротенький. Он очень коротенький. Те длинненькие, длиннее были, то этот коротенький по сравнению с теми остальными, которые разбирали мы. Вот. Ставьте оригинал. этот Бош я не рекомендую ставить. Кстати, какой-то хрупкий металл даже был. То есть, я его просто коц-коц, и он очень легко отклинул, очень легко вскрывался по сравнению с теми, которые были Delphi и Purflux. Вот. Так что, всем удачи, всех благ, молитва перед дорогой, не давайте взяток, всего самого хорошего. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, буду рад ответить каждому. Консультации бескоштовные. Да-да, бескоштовные. Все, всем удачи, с Богом, до побачи.